Есть у нас несколько словоформы лингвистических конструкций, употреблять которые можно и должно с естествоиспытательской целью. Это фабрика, офшоры и слепой траст. И если вы давно не проводили экспериментов инвива, а очень хочется, то вы можете взять из вивария подрученного плавозрелого хавраха, заволохатую дупу, зафиксировать в пространстве, а потом четко проговорить ему прямо в усы. Фабрика. Он сначала дернется, запустит глаза под лоб, потом покроется хлопьями пены и бодро гаркнет в ответ. Липецкая. Можно, в принципе, сделать контрольный в голову и также четко проговорить офшоры, после чего хаврах взвизгнет Порошенко и впадет в кататонию. Можно сделать. Но мы не будем, ведь мы же не живодеры. Как есть реакция Вассермана, не того, что в жилетке, на сифилис, так и есть реакция Порошенко на необычных людей. Это покруче тестов Роршаха будет, и даже покруче тестов из Адмэру, узнай какой-то топинамбур. Со слепым трастом вообще интересная история. Еще на том этапе, когда липецкая фабрика ТМ была передана в управление Ротшильдом, в слепой траст, у необычных людей запаялась синапсы наглухо, и с тех пор они в сознание не приходили. Траст. Хаврахов рвало в шмате, да и сейчас рвет от сочетания слепой траст, почище, чем от противотанковой гранаты. А на фамилии Ротшильда они вообще потеряли связь с реальностью и со словами «Ну, конечно!» пошли искать связь Рошена с масонами. Скорее всего, нашли, они старательные. Но я уж не интересовался. Но мне кажется, пора бы уже объяснить испытуемым, что такое траст вообще и почему он слепой. Я понимаю, что необычным людям, по большому счету, не нужны ответы на многочисленные «почему?», потому что если будут ответы на все вопросы, о чем тогда ныть? Ну, уже ладно. Итак, траст. Или доверительное управление, если другими словами. Вид имущественно-правовых отношений, который давно распространен и успешно используется во всем мире, однако в наших палестинах почему-то вызывает брожение умов. Хотя это на самом деле просто и во многом случае удобно. Траст по своей правовой природе – это соглашение, трастовый договор, в рамках которого одно лицо, учредитель или донор передает другому лицу, управляющему, право распоряжаться в соответствии с пожеланиями учредителя, определенной собственностью в интересах третьих лиц либо самого же себя, бенефициаров. В управление могут передаваться наличные деньги, движимое и недвижимое имущество, в том числе находящееся в совместном владении, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, страховые полисы, пенсионные, медицинские и другие имущественные права. Особенность таста в том, что имущество, переданное в траст с момента передачи, не принадлежит ни учредителю, он утрачивает право собственности на него с момента передачи управляющему. Не управляющему, он только лишь управляет этим имуществом и есть формальным владельцем титула на имущество. Не бенефициаром, до самой даты прекращения траста. То есть можно сказать, что траст сам по себе является самостоятельным владельцем. Услуги управляющего оплачиваются в основном в виде процентов от полученной прибыли, то есть управляющему выгодно. Не сидеть на трасте назаду ровно, а делать так, чтобы активы, попавшие в его управление, приносили прибыль. Запомнили? Тогда поехали дальше. Одной из форм доверительного управления имуществом есть так называемый слепой траст – Blind Trust. Когда доверенные лица или управляющие имуществом имеют полную свободу действий касательно активов, попавших в их управление, а бенефицары не имеют никакой информации об активах траста и не имеют права вмешиваться в работу управляющих. Это именно та форма траста, которая часто используется политиками во избежание обвинений в конфликте интересов. И это именно та форма траста, которая прибегнул Порошенко, отдав управление Ротшильдом корпорацию «Рошен», после того, как в результате длительных поисков покупатель так и не был найден. Кстати, этот договор – первый и пока единственный случай использования международного опыта передачи компаний в доверительную собственность в Украине. И Ротшильды, конечно же, не сидели на заду ровно на условном мешке с баблом, переданным им в управление. Они все эти годы заставляли эти деньги работать, работать и приносить прибыль. На то они и Ротшильды. Ведь мы же помним, проценты от полученной прибыли – булка с маслом для управляющих имуществом, находящимся в трасте. А теперь, собственно, к тому, что нашими надургеньками наверняка будет подано как зрада космической мощи. Баргаба отеет, нажива на войне, аза-за-за-за-за-за-за. А вменяемые люди увидят лишь грамотное помещение своего годами развиваемого бизнеса в надежные руки. Трастовый управляющий Ротшильд Траст рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Рошен и впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко долю прибыли в размере 556,7 миллионов гривен. Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении Рошен. Сведения о полученной сумме Петр Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций. В установленный действующим законодательством срок он заплатит в бюджет 60 миллионов гривен налога на доходы физических лиц. Из них 8 миллионов гривен составит военный сбор. Итак, что мы имеем на выходе? Более трех лет Порошенко не получал никаких дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является. Сейчас он получил чуть более полумиллиарда гривен. Хороший подарок под елочку, то есть к старту предвыборной гонки. Петр Алексеевич, давайте уж стартовать официально. Сразу их задекларировал, с них будут уплачены все налоги и сборы. При этом за годы с 2014 по 2018 включительно. Общая сумма расходов личных средств Порошенко на благотворительность и укрепление обороноспособности страны превысила 1 миллиард 200 миллионов гривен. Из них на армию свыше полумиллиарда. То есть он уже отдал стране в два раза больше, чем получил. Среди получателей средств детская больница «Ахмаддет», институт сердца, центр детской кардиологии и хирургии, национальный институт рака, театр на Подоле и многие другие проекты. А еще Порошенко на собственные деньги, как физическое лицо, купил две квартиры в Кропивницком. И тоже подал сведения о них в электронный реестр. Купил не потому, что ему королевства маловато и разгуляться негде, а потому, что в тот же день подарил эти две квартиры семьям двух военнослужащих ЗСУ. Старшина Сергей Глондор и младший сержант Александр Кореньков попали в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. Вытащить их оттуда пока не удается, невзирая на титанические усилия всей команды. Семьи бойцов находились в очень сложных жилищных условиях, о чем Порошенко узнал в свой очередной приезд к бойцам ССО и пообещал решить то, что он в силах решить. Обещанное выполнил. Семьи теперь с квартирами, причем избавлены от уплаты всех пошлин и сборов. За них это сделал Порошенко. И на политическую рекламу Порошенко тратит собственные средства. В отличие от многих других политических сил, которые оплачивают роли кейборда за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег. Ну а теперь, конечно, можно побаловать своего внутреннего люмпина и придумать очередную очень смешную шутку про слепой траст. Слепой. Но вы ж не такие. Я знаю. По энстрематам вас и надали в курсе справа. А если подписывайтесь на канал и вымкните звонок, червеные пимпочки под видео, а не важливое, а не интересное, не проскочить повз вас. Линк на свежий ролик и будут приходить вам у скринку сразу после появления на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok